Вопрос первый, он же становится традиционным. Прошлый год я вас также на планерке мучил этим вопросом, но в том числе на тот момент еще Роберта Литальевича Моисеева. Когда заработают подъемы на нашей базе, и второе, почему он опять родился, всплыло, я буквально вчера смотрел ГТРК «Сарат», утренний сюжет, и в нем было сказано о том, что работают горнолыжные курорты, подъемники работают. Упомянули всех, Вольск, я даже деревень таких не слышал в Саратовской области, где они работают. Балакова в этом списке не было. Стыдно, мне кажется. Совершенно верно, совершенно верно. Да, здесь есть определенный дискомфорт в том, что наша горнолыжка только-только восстановила свою пушку. Вы знаете, что мы перераспределили так называемую гору, горнолыжку, и лыжную базу. Мы их передали непосредственно в зону ответственности той спортивной школы, где это наиболее близко. Да, определенные организационные моменты присутствуют. Здесь, конечно, хочется сказать, что Хвалынский курорт, Саратовский, Саратовская горнолыжка не очень большая. Это Вольская, это все-таки частные предприятия, и они, надо честно признать, более мобильные в принятии тех или иных решений. Но мы свою ответственность не снимаем. На данный момент пушка восстановлена. Трассу мы немножко изменили, сделали более продолжительную. И вообще ставим задачу сделать две трассы. Одна, так называемая, спортивная скоростная. Вторая трасса, более протяженная, для того, чтобы ей могли пользоваться и начинающие, в первую очередь, люди, где идет именно массовое катание. Надеемся, что до конца этой недели горнолыжный курорт, горнолыжная трасса все-таки заработает. Но здесь еще хотелось бы отметить, что наличие снега не позволяет с этого склона съезжать безопасно. Пока у нас осадков за последнюю неделю выпало намного меньше, чем в Саратове. Естественных осадков.